Всем привет! С вами BadPolygon и это серия уроков из курса Mixer Fundamentals. Автор урока Джош Пауэрс. На русский язык переведено и озвучено BadPolygon. А ссылку на англоязычный плейлист от автора я оставлю в описании этого видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Также включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Ссылки на мой канал, Телеграм и страницу Фейсбук я также оставлю в описании этого видео. Присоединяйтесь! Привет, это Джош Пауэрс, Quixel, и сегодня мы рассмотрим чрезвычайно полезный модификатор Scatter в Mask Stack. Он служит для добавления глубины и характера нашим текстурам. Итак, приступим. Модификатор Scatter – очень удобная функция, которая позволяет нам распределять нашу маску подобно частицам. Мы можем найти Scatter, нажав кнопку Modify и выбрать здесь Scatter. На первый взгляд, этот модификатор может показаться сложным, но на самом деле он довольно простой, с очень понятными настройками. Начнем с Density, и как следует из названия, регулировка ползунка определяет, сколько экземпляров маски будет сгенерировано. Чем ниже это значение, тем меньше мы увидим, и чем оно выше, тем больше мы получим. Хотя максимальное значение ползунка по умолчанию равно 100, мы можем численно ввести более высокое значение, если захотим. Range Size – это ползунок с двумя ручками, определяющие нам минимальное и максимальное значение, регулируя левую ручку или увеличивая минимальный масштаб для любого данного экземпляра дублирования. Если мы отрегулируем правую ручку, мы установим максимальное значение дублирования. Итак, устанавливая минимальный и максимальный диапазон, мы говорим Scatter давать нам результаты только между этими двумя значениями. Если мы не хотим иметь какие-либо вариации масштаба, все, что нам нужно сделать, это убедиться, что эти два ползунка прижаты друг к другу, чтобы значения Min и Max были одинаковыми. Так же, как и другие ползунки с двумя ручками в Mask Stack, если мы удерживаем Shift, мы можем одновременно настраивать обе ручки. Angle Range использует ту же систему минимума и максимума, что и Size Range. Этот ползунок позволит нам определить, сколько вращений мы хотим допустить от исходной маски, которую мы рассеиваем. Если мы сдвинем ручки до приемлемых пределов, мы фактически позволим Scatter случайным образом поворачивать маску на все 360 градусов. Однако, если мы не хотим случайного вращения, мы можем просто соединить два ползунка вместе, а затем вручную настроить угол по своему вкусу. Brightness Jitter назначит случайное значение яркости каждому экземпляру маски. Это отличный способ получить колебания высоты и разделения разных масок. Если мы потянем ползунок до нуля, мы сообщаем Scatter, что нам не нужен Brightness Jitter, и он будет использовать исключительно исходное значение маски. Но когда мы поднимем ползунок вверх, мы увидим различные уровни яркости, назначенные каждому экземпляру. Чем больше мы увеличиваем, тем шире становится диапазон, пока мы не достигнем максимального значения 1, что дает нам значение в диапазоне от полностью черного до полностью белого. Далее Random Seed. Регулировка ползунка Random Seed даст нам разные результаты для макета, поворота и размера экземпляров, а также Brightness Jitter. Мы также можем заблокировать распределение маски в стиле Grid, что иногда может быть очень полезно. Настройки для Grid такие же, за исключением того, что Density разбита на ползунки X и Y для большего контроля экземпляров сетки. Итак, если мы увеличим их примерно до 6, а затем уберем их масштаб и отклонение угла, у нас будет красивая и равномерная распределенная маска. Теперь предположим, что мы хотим, чтобы эта конкретная деталь была разбросана по маске, но не остальная часть маски, которая под ней. Если мы переключим этот слой карты на Add, вы увидите, что модификатор Scatter рассеивает всю маску, а это не тот результат, который нам нужен. Однако, если мы удерживаем Alt и щелкаем по слою Scatter, мы привязываем этот модификатор к компоненту Map, прям под ним. Таким образом, модификатор влияет только на слой или слои, к которым он привязан. Теперь мы можем вносить изменения в слой Scatter, независимо от других слоев под ним. LayerLock работает для всех компонентов и модификаторов, поэтому обязательно используйте его, поскольку это чрезвычайно полезная функция. Давайте быстро рассмотрим, как можно использовать Scatter. Давайте продолжим и добавим немного мха к этой деревянной черепице. Сначала мы активируем эту покрытую мхом поверхность, которую я взял из библиотеки Megascan, а затем подключим к ней MaskStack. Я внес несколько изменений в настройки поверхности. Итак, давайте их быстро рассмотрим. Сначала я установлю режим наложения на Opacity Mask. Это означает, что я не использую данный высот, чтобы показать поверхность, и мы будем полагаться исключительно на созданную мною маску. Я также установил WrapToUnderlink на 1, что приведет к согласованию поверхности с нижними данными высот. Затем я установил BlurUnderlink на 7, это приведет к размытию нижних данных высот, так что детали будут менее резкими и выраженными. Эта настройка очень важна, чтобы помочь понять толщину мха на черепице. Если мы уменьшим настройку, он начнет ощущаться, как очень тонкий слой мха, но мы хотим, чтобы это было насыщенно. Итак, максимально увеличив BlurUnderlink, мы можем получить вот такой вид. Итак, вернемся к MaskStack и добавим компонент Map. Переключимся на Leverry Asset, а затем щелкнем по значку этой папки, чтобы выбрать ассет из библиотеки Megascans. Сделаем быстрый поиск по запросу Brown Moss и выберем ассет. Единственное, что нам нужно сделать сейчас, это выбрать маску непрозрачности в качестве исходной текстуры из раскрывающегося меню. Если мы войдем в режим маски, нажав 9 на клавиатуре, мы увидим, что теперь мы используем текстуру непрозрачности поверхности атласа в качестве нашей маски. Теперь, когда у нас есть хорошее покрытое мхом маска пятно, мы готовы добавить наш модификатор Scatter. Вручную введем значение для Density 450. Затем мы потянем ручку максимального размера вниз, чтобы пятно было не слишком большим. Поскольку мы хотим, чтобы это выглядело органично и естественно, мы допустим полное вращение на 360 градусов. Затем, для брать нас Jitter мы сохраним его довольно тонким, чтобы между каждым экземпляром была некоторая разница в яркости, но ничего слишком темного. И затем, наконец, мы настроим Seed, пока не получим то, что нас устраивает. И точно так же мы можем добавить немного правдоподобного мха на черепицу, используя единую текстуру непрозрачности атласа и модификатор Scatter. Еще один удобный способ использования модификатора Scatter – это быстрое создание уникальной информации о высоте с поверхности Megascan. Итак, добавим компонент Map, затем мы выберем опцию Library Asset. В библиотеке произведем быстрый поезд мха. И здесь выберем поверхность Mossy Ground. Затем, мы также используем карту смещения для поверхности, выбрав Displacement в раскрывающемся меню. В отличие от предыдущего примера с мхом на черепице, в этом случае мы используем плиточную текстуру. Итак, проблема здесь в том, что если мы сейчас применим модификатор Scatter, каждый из разбросанных экземпляров будет идеальным квадратом. Это потому, что модификатор Scatter будет разбрасывать маску по мере ее просмотра от края до края, как мы от него и ожидали. Итак, чтобы решить эту проблему, я бы хотел добавить круговой паттерн поверх компонента Map, а затем установить для обоих повторов значение 1, а ползунки интервалов 10. Затем мы установим слой на Multiply, и теперь у нас есть круглая вырезка карты смещения. После этого мы можем добавить модификатор Blur, чтобы действительно смягчить переход, но при этом по-прежнему иметь черную обрезку по всему периметру. Этот шаг можно не делать, особенно в некоторых случаях, больше чем в других, но я бы хотел сделать это, чтобы не было швов. Теперь, когда мы избавились от границы, мы можем добавить наш модификатор Scatter. Теперь, когда мы рассыпаем маску вокруг, мы видим, что у нас больше нет тех швов, которые были раньше, что дает очень естественный и смешанный результат. Как мы видим, нам потребовалось всего несколько слоев Mask Stack, чтобы мы смогли взять любой поверхностный слой из Megascan и использовать его для создания чего-то нового и уникального. Окей, это почти все по модификатору Scatter. Как всегда, я надеюсь, что вы сможете лучше понять, как работает эта конкретная функция и что она поможет вам создать захватывающие текстуры. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.